всем привет серая сенья москва снег у нас сошел погода не радует а я иду магазин пряжи и хочу сделать такой небольшой анонс посмотреть что продается сделать небольшой обзор моточков клубочков правда не знаю как я все это умещу в одно видео потому что ассортимент очень большой может быть я разобью это по каким-то по составам а еще когда вы будете смотреть это видео пожалуйста делайте для себя заметки если что-то понравилось я вернусь к этой пряжи вновь расскажу вам может быть по подробнее покажу образцы которые связаны из нее у меня хорошее отношение с этим магазином и я могу туда возвращаться и более подробно рассказывать вам про то что в принципе есть продажи потому что не всегда есть возможность подругать пряжу воочию к ее посмотреть поэтому я буду делать вот такие анонсы поэтому до встречи еду поднимаясь магазин пряжи находится в москве на метро тульская я пришла весь зал в моем распоряжение магазин еще закрыт здесь только я смотрим чтоб нас имеется сейчас я обзор на пройдусь здесь у нас зона носочной пряжи вернемся наверно к этому отдельно и вот у нас пошли стеллажи 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 это какая-то ленточная пряжа вот такая кстати пряжа у меня есть аликанта лана гроза два таких моточка я в каком-то порыве их себе приобрела теперь не знаю что связать но покупала их для какого-нибудь шарфа или шали или палантина в общем для чего-то до сих пор лежат здесь такие замечательные полотно из них превосходное получается и даже девочки красили кстати ой сейчас подниму посмотрите какой красивый цвет но я вам скоро снимут с производства сейчас поднимем а упал у нас вот такой и как красивый охра так это линия опора я не вязала образец мы с девушкой вязали а пуловер очень красиво получается полотно летящая струящаяся по составу сейчас секунду так смотрим смотрим вискозе сольном супер на самом деле цвета посмотрите какие сложные красиво чуть светлее так что-то я на нем задержалась значит здесь у нас на нагрос и капуны здесь масла нагроса бинга принт серия бинга это меринос достаточно толстый по моему пап по толщине он как биби бифу 50 на 80 так у меня одна рука найти бы до 50 грамм 80 метров такой бинга принт вот с такого я вязала уже пробовала это меринософт это по моему судя по упаковке сям нет вот реал белла такая пряжа здесь какая-то толстая ой мимо так меринос толстенький это еще более толстая посмотрите какая толстенькая так это я не увязалась такой пряжи rainbow от сям состав состав срочно 80 мериносовая шерсть 20 процентов натуральный шелк 50 грамм 25 250 метров ну она немножко колючая честно говоря для такого состава удивительно колючая но в шарфе получается замечательно вот смотрите здесь помешали нить люрекса видите как красиво смотрится сразу заиграла полотно есть даже какие-то три нити по моему себя использованы так дальше пойдем мериносы мериносами лена плотина нового сям вот я ее часто использую эту пряжу она мне нравится по цветовой гамме по палитре вот такая палитра и здесь не вся а вот еще вторая ее часть здесь цвета пряжи гораздо более сложнее и ну шире чем у лана гата например если сравнивать на чуть дороже сегодня у нас октябрь 19 года ну конечно в каждом магазине может быть поправка на цену в этом магазине столько стоит вот зелененький красивый посмотрите какой сложный оттенок на камере чуть ярче вот красивый смотрите очень сложный цвет по моему есть такого вязала на осенне зеленый так это у нас он боже состав альпака меринос хлопок шелк мария кстати очень достойный производитель лари мне сильно нравится я правда вязала только из одной их пряжи полотно видимо из этого на . очень приятно но вот смотри здесь какая-то затяжка появляется наверное так будет себя вести вещь ну что-то толстая очень вяжетесь такой толстой пряжи ровно ценности немножко закаталась фельдар это по-моему франция ошибаюсь так это снова сиам бум он очень похож по своему окрасу на rainbow но только он толще ровничный красивый снова меринос эти только тонкий по всей видимости для машины и вязки либо в несколько нити очень тонкий то сколько здесь толщина рекомендую два два с половиной 50 грамм 750 метров супер тонкий да я на таких даже спицах не вязала двойка еще не успела но с половиной продовязала но палитра конечно красивая какой такой сложный винный это же коричневый узнать такой винно-коричневый так меринос здесь еще один меринос пум стоп нет смотрите меринос супер файн натуральный шелк кашемир сколько это стоит 584 рубля на сегодня но на ощупь я могу сказать что да он конечно помягче вот насколько меринос сам по себе жёстче а этот еще мягче здорово так это нас альпака лана груза кто знает эту их упаковку с ниточкой очень мягкой пока вообще люблю альпаку очень гидифра есть такой пряжи вязан и помню даже у такого цвета нет еще более малинового такое получается полотно но мне начали чистка не приглянулся потом понравилось такое как за кашлач надо комочками но это особенности на этой пряжи она выдает вот такой на полотно но невесомой и в то же время теплая скажу состав virgin wool это по-моему ну это шерсть 1 после гальпака и шелк 25 грамм 187 ну вот собственно спицы здесь четверка я думаю здесь как раз четверка есть вот цвета вот смотрите даже есть какие-то градиентные нет никаких градиент на это блоком общем выкрашен 460 425 это у нас селом тоскана что это нас альпака с вискозой вот еще одна альпака кстати эти полка с альпакой все какое-то сваленное прям полотно получилось с очень плотно связано инкотопс анта я вязалась такой пряжи шапку вот такого цвета вот смотрите шапку и шарф супер получился комплект вязала в две нити очень теплый очень мягкий всем рекомендую такую пряжу если не пробовали не использовали не обходите и не проходите стороной очень очень достойная одну секунду сейчас я найду состав кручу верчу запутать хочу стопроцентная альпака суперфайн 50 на 150 классная классная пряжа посмотрите только какой цвет он какой-то как кофе с молоком такого холодного сероватого оттенка очень красивый а дома мне лежат вот такие два матка понять не имею что с ними лет почему я купила хотела напил палантин думала знаете как сделать этот бирюзовый да можно назад бирюзовым взять каким-то таким белым вот такая у меня была мысль на конеч сочетание красивая теперь нужно подумать что именно из этого связать у меня пока только два таких голубых такая альпака так на место положим это сиан аура что это суре альпака примет это очень мохнатая альпака но честно говоря немножко колючая такая неприятно не знаю что значит суре альтомода альпака ланагроса ну что говорит про ланагроса хорошая фирма все что не выпускает все прекрасно там такие матки очень толстая мягкая вот еще альпака какой-то это сверху свалилась там и сюда молчат шикарный на сиренево-серый еще одна ировиал альпака толстенькая ну конечно пряжи сейчас на рынке просто огромное множество величайшие вот цвет красивый еще альпака образец вот лицо как красивый рисунок вот просто и со вкусом на мужские можно джемперы какие-нибудь использовать классно альпака любви люкс очень мягкая кстати два два с половиной рекомендуемая толщина спиц ну естественно 50 грамм на 400 метров на и тончайшее полотно будет наверное удобнее то все-таки на машинке довязать сегодня суре альпака тоже супер мохнатая из такой не вязала даже не знаю вот смотрите букле альпака откровенно говоря я букле не очень понимаю кудряшки не моё это не моё не пойму или это ерунда какая-то по мне я бы не взяла ну я бы не стала так идем дальше здесь у нас малабрига 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 мы ее давайте в отдельном видео я освещу и очень много много разный красивый сейчас пойду дальше это нору это у нас япония японцы я из их пряжи вязала только не такого состава вязала ребенку комплект шапку по-моему вот с такой пряжи них ну да курей он цвет был упади вспомнили такие эти пестры что-то вроде этого никакой такой комплект был серый с этим цветом постараюсь видео поставить какая-то причудливая шапка глядите очень причудливая на ладно дальше какой-то лейс меринопринт тоже что-то для машины до больше вязки тоненькая еще одна нора пестры я в эту пряжу влюбилась когда я видела на сайте в интернете я такой красоты пестроты вообще сорока люблю все ярко потом не знаю понакуплю понавижу себе потом как это сочетать ума не приложу но такие на такие цвета я настолько падкая невероятно вот как это можно было смотрите как скрутили смотрите какие красивые красивые цвета балдеют этого всего очень люблю очень наверное все таки главный фетишу вязальщица это просто вот копаться в этих моточках покупать вязать это уже второстепенное да вопрос а вот смотрите однотонные что у нас составом шелк 45 махер 45 10 лен называется сейчас посмотрим цену очень даже интересно silk garden шелковый сад а вот 930 рублей ну так не для слабонервных да линия опора сололина это как я до этого показала пряжу ленточную а здесь она вот такая тонкая скрутка круглая так это мы лабрига мы потом посмотрим всем известная линия опора кэш сета россия конечно на ощупь и цвета но я насколько знаю затяжки на них остаются очень легко приучим смотреть то просто моточки вот здесь лежат на полочке а потом все ваше изделие вот так вот покрывается если бы тоже помню хотела у на пробыли для себя связать на конечно когда прикасаешься это что-то невероятно но я знаю вязать из нее тяжело тоже не дай бог сразу засты затяжка вот потому пока носишь тоже затяжки дальше дальше и лария катена вот это я сама даже первый раз в жизни вижу как это я смыть это один такой шнурок некая крутка интересно петельная какая-то необычным такое получается полотно как будто меланж вы соединили сами до 2 ниточки светлый темный интересный состав значит посмотрю меринос махер шелк она мягкая такая прям дура кажется что здесь хлопок есть а хлопка нет она на ощупь знаете как будто бы хлопок очень очень мягкая даже интересно какая пряжа очень красивая шоколадная наибаем так кашхэ что-то такое кашемир 10 процентов хлопок 60 и что и нилон вот начну такой летнюю кстати приятно 500 рублей за моточек так здесь бобинная я в бобинной мало что понимаю какая шелкалистая как вискоза на ощупь на это что-то написано кашмир вэй так роял кашемир так это у нас твит это американский твит вот эта модель лофт по моему здесь один моток и она нас такая на ощупь как будто сухая вот она не колется но какая-то сухая необычная сейчас вижу митинге из такой пряжи именно из лофта тоже очередной твит шелтер здесь он отличается толщиной тоже бруклин твит американцы такая пестрая так давайте манекен посмотрим так на этом манекене мой пуловер я вязала все остальное но пока не я вязала другие девочки пловер связан тоже эксклюзивной пряжи это не мохер вот это вот пушистая это альпака я про этот пловер рассказывала в своем одном из видео стоит красавчик видите какая воська золотая ну кто-то подрал ее или распустилась ну интересно да золотая воська здорово так дальше еще твит вон даже раздел твиты так это твит фирмы Элайя это другой твит вот здесь у нас шерсть шелк хлопок то есть это будет не такая жаркая вещица вот смотрите какой необычный ой как миленькая на камере кстати сильно высветлено в жизни он более сероватое что ли вот такое невыбеленное полотно когда получается и не холодно теплый оттенок а вот сейчас полотно покажу вон какое ну как так это твиты я взял я пришла вот за этим твитом и цвет мне нужен если я вспомню вот этот 039 я буду из этого твида вязать митинги на заказ сегодня уйду вот с таким моточком а вообще замечательный твит вот например шапка полотно да смотрим вот у нас полотно а вот здесь с жаккардом необычное полотно вот такая палитра так еще что-то новенькое бенессы релана гросса так такое полотно у девочки я еще даже до конца еще вторую половину не обошла посмотрите только иду возле одного стеллажа кашемир но здесь кашемира десять процентов такая цена пряжи смотрите десять процентов полиамид десять кашемира восемьдесят шерсть первого пусть рекомендуют на четверки на пятерки ну конечно очень мягко чувствуется что здесь есть в составе такое нежное полотно как кашемир и полиамид конечно хорошо что есть он прочности придаст такой из нас со стойкостью хороший состав корди мерино я из такой вязала вязала только не сто двадцать толщина а вот этот двести десять вязала палантин я здесь пойду покажу очень хорошая пряжа такая нежная но шнурок такой восприимчивый можно поставить затяжки то есть для таких делик ну он прочный но не настолько чтобы носить его там и в хост и в гриву дальше идем опять гидзифра фьюри де люрекс что там с бэби альпакой вискоза альпака милон полиэстер 30 градусов что-то очень нежное стираем аккуратно это очень похоже на ланагросу комету только вот здесь она помягче честно говоря пряжа и ну вот это взбитые из люрекса кусочки они не такие крупные как в комете так это у нас летняя пряжа хлопок давайте на хлопок буду сегодня стороной обходить пока у нас не сезон по шерсти пройдемся так этих я вообще не знаю цитрон они вроде известны а для меня как бы неизвестны потому что я не использовала так это немцы 100 грамм 300 метров так что-то такое очень прочное застойкое вот смотрите как красивое для ребеночка да наверное ну наверное такое вязать либо для аксессуара либо в комбинации с какой-то более нейтральной пряжей а вот у нас нейтральная пряжа однотонная это кстати цена какая это соло однотонная а вот пестрое и вот пряжа пряжа полотно оно знаете такое как будто вот прочное такое натянутая натянутая крепкая-крепкая как канат сейчас посмотрю состав Merino Extra Fine New Wool значит здесь 50 граммов 150 метров вот видимо рекомендация ну я согласна да она мягкая но она какая-то очень такая супер упругая она чуть жестче чем какой-то другой Merino там Лана Гатовский например наверное здесь очень прочная скрутка я так предполагаю ну что я слышала да здесь видите какой как скручена нитка супер прочная ну что я слышала что вот этот цитрон очень очень износостойкая прочная пряжа так это здесь тоже цитрон не знаю что за пряжа честно скажу так пойдем дальше так здесь у нас мохер тут у нас продолжается Merino сейчас быстренько посмотрим понятия не имею кто а это цитрон видите понятия не имею я сразу вижу цитрон 525 за моток 50 грамм 155 метров ну тоже какая-то скрутка супер упругая просто супер как будто напружинили эту пряжу даже чувствуется в мотках вот такой более плотный моточек получается еще раз полотно ну вот видите вот по кромочке я думаю этому образцу уже достаточно много времени в принципе он не сильно-то износился правда ну смотрите какая палитра богатая смотрите какой красивый зеленый хаки либо вот какой зеленый необыкновенный палитра шикарная все-таки зеленая я вообще зеленый не очень люблю цвет здесь некрасивый это кстати не серый он зеленоватый светло-зеленый хаки сложно передавать на камере очень красивые оттенки и голубые смотрите какой хочешь и обратите внимание это все разные голубые все-все-все до одного все разные здорово розовых не так но сиреневых так иларя мирино пуру кто это что это не знаю миринос экстра файн с крутком шнурочек кладем обратно смотрим образец очень миленький вот такое получается полотно ну нежный да мягкий а ну знаете мне почему-то банное полотенце напоминают какие-то такие банные принадлежности или халат льняный в целом очень мягко ну какая палитра богатая посмотрите люблю когда в отдельных каких-то вот направлениях пряжи есть цвета вот какие только хочешь так это у нас вот одна пряжа это другая мирино веры в общем-то все миринос как он мириносик знаете как красиво скрутили косы да здорово смотрится вот этот эффект красивый оттенок это другой миринос Валерия Дерома Астралия Мирино да это я почитала ой посмотрите как красиво необычно это разная толщина спицы по-моему связана ничего себе рисунок да как связать только его ладно если кто знает рассказывайте так идем дальше здесь у нас выставка такая небольшая флаффи вот из нее я вязала если кто помнит у меня есть такие шапочки я демонстрирую вот смотрите моток и вот полотно вот ну такая она а-ля бабушкиная да ну очень-очень мягкая а это что-то по аналогии тоже арты так ох смотрите сколько а здесь у нас пуговки градиенты хлопковые Катя Сета Махер вязала из этой Кати Сета Махер в другом цвете как она лезет если бы вы только знали это ужас какой-то я вся была мохнатая примеряющая вещь ты весь мохнатый кошмар из Гоби я вязала шапку вот мой моток вот такую черную у меня ушло так шапка у меня была двусторонняя два мотка по-моему два с половиной не помню если найду информацию напишу значит я по-моему вязала на тройке здесь рекомендуют сейчас гляну 4 5 да и она у меня на тройке слишком плотно оказалась связка для этого это шнур для этой пряжи сейчас на светлой пряжи покажу вот видно и он у меня стал сваливаться и похоже похоже стало изделие как валенок какой-то поэтому лучше вот кстати рекомендация тоже от профессионалов я услышала теперь вам тоже передам чтобы вы знали лучшие шнурки пряжу шнурок вязать на более свободных спицах ну или на тех что рекомендует производитель потому что шнурок да он сам по себе объемный у него скрутка более объемная и для шнура нужно место чтобы раскрыться в полотне а когда вы вяжете плотно волокно друг от друга трется и получается какой-то такой сваленный комок но пряжи классные cotton merino не вязала но весь инстаграмм про них шумит ну в общем частенько я видела из этого из этой пряжи так концепт cotton yak не вязала но звучит очень приятно что такое цвета такая гамма смотрим хлопок 60 процентов шерсть 30 yak 10 супер вот это состав цвета какие сложные это немножко розовый такой пыльная роза бледная бледная на камеру на камеру не так хорошо передается а вот этот голубой он посветлее и больше к мятному сложно передать продолжение cotton yak какой-то еще меринос мамочки мои видите сколько пряжи много сложно мне конечно себя найти как бы ловить то что что же выбрать смотрится сколько пуговок ну пуговки мы на потом оставим так фельдар не очень популярная пряжа но я из нее вязала из другой пряжи из фельдара так продолжаем это у нас цитрон продолжается тоже немцы более крупная как пряжа с предыдущей полки только более крупная ой вот это смотрите как красивое полотно серое с коричневым очень богато смотрится очень сейчас посмотрим вообще откуда это слушайте здесь такой пряжи нет по-моему остались только светлые если это та самая пряжа не знаю вот похоже да отсюда только светлый вариант Тайлария фулия шелк цена 540 супер конечно но это нужно равняться на определенного вида уровень изделия изделия который получается красивый орнамент посмотрите красиво смотрится так лен мы обходим стороной этих вообще не знаю а цитрон ой на кого говорю не знаю значит сразу цитрон можно говорить и все вот фельдар фримас я вязала именно из такого цвета именно из этой пряжи вот как раз таки детский комплект вместе с нора который до этого показала японскую вот такая суховато честно говоря я бы сказала но не очень довольна смотрите это 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 иларио вот так называется или сирмака это 365 ну кстати очень приятно 50 на 325 тонкими спицами да надо вязать хлопок а я думала что это шерсть надо же так пошла зона хлопка как иларио иларио о девочки это моя любимая вот из такой пряжи у меня шарф я показывала там в разделе где там что ношу вот хоть бы что было этому шарфу вот хоть бы что всем рекомендую не затяжек вот вот видите моток вот на краю моточку сколько пушка вот ровно вот ровно столько же у меня на шарфике получается пушка на камере конечно вообще какой-то синий не такой жизнью глубокий глубокий как как вот синяя ночь чернильный даже только синие чернила не сиреневые здесь какой-то синий супер пряжа вообще вот прям рекомендую талион очередной меринос какой-то милина ультра 16 я такой не использовала мериносовая шерсть ультра а 16 микрон почему какие-то здесь супер микроны 50 грамм 170 метров ты все мимо камеры какой девочкам все пыльная розу или пыльный сирень подавая правда какая-то детская пряжа мере на ультра на ультра нормально так хлопок 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 хайланд что-то очень колючая что-то очень колючая мая так это не пойму не пойму на высоту ладно а это смотрите твит только летний вариант это он выглядит как вид на состав него 45 шелк 45 хлопок и 10 полиэстер супер летний пик сейчас покажу ну здорово да но такой толстенький толстая получается полотнище ну вот такой примерный обзор лабригу выделю отдельно и мохер а так если что-то вам понравилось из моего обзора пожалуйста напишите в комментариях что вас заинтересовало и я вам с удовольствием покажу еще раз могу показать более подробно рассказать это я вязала красивая целая выставка вот кстати первую пряжу что я показывала искусственная замшу вот так выглядит полотне какие-то накидки палантины это я вязала приятно быть причастны к чему-то до новых встреч